Привет народ, с вами Владимир и сегодня обзор сайтов и начну я с сайта все кругом вранье. Я уже брал у них материал, почему у них именно, потому что это наверное самый такой безбашенный сайт с самыми невероятными теориями, гипотезами. Вот у них своя всегда точка зрения на космическую механику, на земную механику. То есть ребята летят, летят, минуя все заборы, ограждения, препятствия и догмы. На самом деле есть такая версия, моя личная версия, что точка зрения может меняться, потому она и называется точка зрения. Представьте себе линию, это прямая, извините меня тут вот смартфон сообщение присылает. Представьте себе линию, она прямая, это линия, линия времени, точка на ней ходит. И точка зрения может меняться. Предположим, человек 300 летней давности, вам бы не поверил, что вы будете летать за счет реактивной тяги или общаться за счет микроэлектроники. Все, на этом мы этот вопрос закрываем и переходим к другому вопросу. Что вы видите? Это фотография Земли. Это реальные якобы фотографии Земли, может быть и не якобы, а правда это Земля. То есть мы видим вот это вот, предположим, снятое Майклом Коллинзом из экипажа Аполлон А-11. Да, дата 21 июля 1969 году. Вот на этом он аппарате, наверное, прилетел с Земли. Прямо сразу без всяких там ракет-носителей, созданный он из картона и скотча. Все уже альтернативщики, да и любители космоса смеются. Но в любом случае мы имеем вот такое вот видео. Это якобы, опять же, снято астронавтами Аполло. 11, 12 или 10, сейчас посмотрю. А, это 10, в 1969 году. Вот. Ну и судя по этим фотографиям, по видео мы понимаем, что Земля является абсолютным кругом. В профиль, в анфас, в фас, да. Вот. Так-то она вроде как шар по одной точке зрения. Есть и другая точка зрения, другая версия. Альтернативная, то, что Земля диск плоская. Есть и другая, что она виртуальная. То есть, вообще ее нет, она все у нас в голове или вообще в каком-то там цифровом порядке, коди, а мы там непонятные программы. Вот. Но. Есть и еще одна официальная точка зрения, что она геоид. Вот земля у нас геоид. Вот, вот, вот она геоид. То есть, так кому верить, геоид или шар? Тем более геоид происходит от древнегреческого, скажу вам, земля. То есть, буквально земля, буквально нечто подобное земле. Экипо-тоциальная поверхность земного. Ну ладно, я не буду вам сейчас читать. В общем, я вот не пойму, геоид, шар, какая у нас она. История 0.1, что такое солнечная система. Сразу хочу, дорогие друзья, вставить небольшую ремарку, небольшое предупреждение. Все, что вы сейчас услышите, это только личное мнение авторов сайта, не более того, да? Это даже не мое. Но оно интересное, и возможно, есть какие-то там ключики к каким-то определенным альтернативным знаниям. Мы со школы привыкли к этой картине. И она не вызывает у нас никакого удивления. В данной картинке мы видим солнечную систему и порядковые номера, да? И планеты под ними. А удивиться есть чему. В 90% звездных систем, известных нашим астрономам, планеты выстраиваются от светила, уменьшаясь в размерах. И лишь система Кеплер-90, обнаруженная в 2013 году, имеет сходное строение с солнечной. Вот так должна выглядеть солнечная система, чтобы стать типичной. Солнце, Юпитер, это у нас что такое? Это у нас Сатурн, потом у нас идет Уран, и пошли на убывание. Но мы наблюдаем иную картину. Пять небольших планет, считая разрушившийся Фаэтон, по какой-то причине оказались между Солнцем и Юпитером. И опять же у нас предоставлена картинка, мы видим здесь еще и пояс астероидов, бывшая планета Фаэтон. И вообще нет никакой симметрии. Нет никакого перфекционизма. Создается впечатление, что это не случайное расположение. Крупные планеты служат щитом, не допускающим опасные объекты внутрь орбиты Юпитера. И это впечатление есть чем подкрепить. Орбита планет подчиняется строгой формуле. Rn равно 0,3 умноженное на 2. n в минус второй степени плюс 0,4. R это расстояние до планеты. n это порядковый номер планеты. Результат получается в астрономических единицах AE. То есть одна астрономическая единица расстояния от 2 мили до Солнца. Я не знаю, что вы тут поняли. Может это что-то объясняет. Но для меня нет. Для меня ничего это не объясняет. В любом случае, читаем дальше, это интересно. Именно по этой причине можно считать Фаэтон не гипотезной. Не гипотезной. А реальной планетой под номером 5, а Юпитер под номером 6. Астрономы-любители приводят еще множество удивительных совпадений в небесной механике. Их легко можно отыскать на Ютубе. Поэтому не будем утомлять зрителя, считая два приведенных факта вполне достаточными для понимания инженерного подхода при создании Солнечной системы. Но, дорогие друзья, я сейчас соглашусь с авторами данного сайта, потому что я сам всегда говорю, что наш мир не похож на случайное некое эволюционное зарождение в разных, в миллиардах векторах развития. То есть, начиная от каких-то микроорганизмов насекомого мира, кончая человеком разумным и тому подобное. Очень сложно это себе представить. Не умещается у меня это в голове. Вот. И зададимся целью создания такой сложной инженерной конструкции. А для этого задумаемся о ее расположении в галактике Млечный Путь. И смотрим здесь красный кружок. Это, скорее всего, наша там Солнечная система. Так что же авторы сайта имеют в виду? Картинка красивая, но схематичная. Она более понятна. Схематичная. Вот Солнце. Здесь картинка. Мы видим вот тут тоже много-много всяких точек. И вот где-то вот тут у нас наша Солнечная система. Наш Солнце, да? И вот на картинке Б. Солнечная система – это удаленная перевалочная база с производственным комплексом в очень удобном месте галактики. Находится на середине пути из центра галактики к окраине. За системой расположено практически пустое пространство, позволяющее покинуть рукав галактики. Мы видим здесь тут наше где-то Солнце, да? Каково предназначение планет этого комплекса? Первое – Меркурий. Вот это уже интересно. Что же, для чего же нужен Меркурий? Планета, управляющая процессами на Солнце. Металлическая для защиты от плотного солнечного ветра. Второе – Венера. Люцифера, помните, как раньше называли, да? Биореактор. Плотная атмосфера состоит в основном из углекислого газа, являющимся сырьем для производства углеродов. Извините, углеводов. Для продуктовых комплексов звездолетов. Вот так вот. Третье – Земля. Типовой галактический отель для отдыха экипажей звездолетов. Природные зоны на все вкусы. Диснейленд с фольклорными ансамблями. Это третья у нас Земля. Марс. Ремонтная база с подземными заводами и ангарами. Пятое – Фаэтон. Планета с управляющим комплексом всей системой. Сейчас она разрушена, ее обломки образовали узкий пояс астероидов вдоль орбиты. А вот почему беспорядок такой творится в нашей системе, потому что Фаэтон разрушили. Вот вам и ответ, да? Шестой – Юпитер. Заправочная станция. Атмосфера состоит из водорода и гелия, необходимых для фотонных двигателей. Кстати, водород и гелия нужны для солнышка, да? Седьмая или седьмая – Сатурн. Электронный завод. Кольца – это поля для роста кристаллов, используемые в компьютерной технике. Таким образом обеспечивается частота и симметрия кристаллов. Ну и, наконец, восьмая планета – это Уран. И здесь я смотрю больше всего информации. Да, кстати, материала не так много осталось. Что же это такое? Планета Уран. Ретранслятор. Кольца – антенны, направленные вдоль эклиптики. Именно поэтому кольца Урана необычайно перпендикулярны эклиптике. Да и ось вращения Урана лежит в плоскости эклиптики – часть галактической системы связи. Это объясняет еще два феномена Урана. Каждый день эта планета-гигант меняет местами свои полюса. Вращается диаграмма направленности. Атмосфера насыщена гелием и молекулярным водородом. Топливом для накачки антенны. Для чего предназначены другие планеты – идей пока нет. Но, возможно, лишь для защитных целей. Все выглядит очень функционально. Но, на первый взгляд, подобная конструкция – лишь фантазия автора. И Земля не является Диснейлендом на данном этапе исторического развития. И наши астрономы не наблюдают никаких звездных кораблей. Указанное противоречие разрешается весьма неожиданно. Мы рассмотрели Солнечную систему. Но живем мы не в этой системе, а внутри звездолета, совсем недавно прилетевшего в эту систему. Многие слышали о Нибиру, который шастает по Солнечной системе. Ну так вот, мы и есть та самая Нибиру. Ну, не та самая, но нечто похожее. И шастаем по системе последние 200 лет. Какова же цель нашего прилета? Ответ дает Фаэтон. Почему центр управления системой разрушен? Система была захвачена врагами. Скорее всего, агрессоры из другой галактики захватили плацдарм для подготовки галактической войны с Империей Млечного Пути. А у кого еще найдутся ресурсы для создания такого перевалочного комплекса? Сдаются авторы вопроса. И наш звездолет был послан отбить систему у захватчиков. Для успешной борьбы нужны сотни тысяч воинов и база снаряжения. Вот почему наша Земля столь огромна. Но почему мы об этом ничего не знаем? Как, находясь внутри звездолета, мы уверены, что живем на поверхности планеты? Вы получите ответы на все вопросы. Но помните, будешь много знать, расстроишься. Вот такой интересный сайт с интересной гипотезой. Это только начало, что такое Солнечная система. Смотрите, сколько тут всего. Если вы хотите узнать продолжение, то ставьте палец вверх, и мы будем уже смотреть, откуда мы прилетели. Дизайн звездолета, кривизна поверхности и тому подобное. Притом, мне это несложно делать. Я могу там завтра, послезавтра, сразу на несколько тем сделать видео. Так что за вами выбор, дорогие друзья. Спасибо. Продолжение следует...